На телеканале Юганск время итоговой программы. Здравствуйте! В студии Нановикова и коротко о главном в этом выпуске. Жильцы еще не выплатили, но уже деньги работают, и мы видим результаты. Не обманули. Жители старого фонда убедились, что программа капремонта не только собирает взносы, но и работает. Очень много появляется велосипедистов. Посмотрите, детки, взрослые пересаживаются. Многие приезжают на работу на велосипедах. Мы за то, чтобы сохранить планету. Нефтьюганск в этом году присоединяется к Европейской неделе мобильности. Казалось бы, газета почти полувековой давности, а статьи в ней понятны и близки современному человеку. От пятачка к жемчужине. Вся история Нефтьюганска от первой скважины до современности. В нашей новой рубрике. Старый жилой фонд дождался капитального ремонта в соответствии с федеральной программой, которая стартовала в сентябре прошлого года. В первом микрорайоне ее реализацию начали с замены инженерных коммуникаций. Напомним, проект рассчитан до 2043 года. В первую трехлетку попали 19 нефтьюганских домов, которые имеют наибольший износ. Сегодня представители департамента жилищно-коммунального хозяйства, ЖЭУ и общественники оценили ряд проделанных работ. С сентября прошлого года в программу капремонта вошли более 500 нефтьюганских многоквартирников. На ремонт 19 домов выделено более 80 миллионов рублей. Кстати, очередность проведения капремонта зависит не только от возраста дома, но и от того, насколько добросовестно его жильцы вносят плату. Если они задолжали крупную сумму за коммунальные услуги, ремонт будут переносить на более поздний срок. У нас задолженность по городу критическая. Она достигает 330 миллионов рублей. Поэтому мы обращаемся к жителям города, чтобы они были внимательны и оплатили свои долги. Дома в первом микрорайоне старейшие в нефтьюганске. Им более 40 лет. Коммуникации здесь в плачевном состоянии. Частые аварии вода то и дело заливает подвал. Поэтому капитальный ремонт этих домов начали с замены инженерных сетей. Работами занимается подрядчик из Ханты-Мансийска «Союз Северстрой». Во втором доме систему отопления меняем полностью инженерные сети и электрику. Также в остальных домах то же самое. По второму дому сделана уже 90% системы отопления. То есть полностью замена сделана по подвалу и по квартирам. И процентов 40 сделана замена электрики. Комиссия внимательно осмотрела каждый подъезд. Поскольку работы еще не закончены, есть и недочеты. Торчащие провода и незакрытые электрощитки. Однако труд компании в целом получил положительные оценки. Среди пример как правильно можно монтировать. Работы обещают полностью завершить к началу сентября. Узнать срок реализации программы в своем многоквартирнике можно на сайте Югорского фонда капитального ремонта. Елена Волкова, Алексей Фоминцев, телерадиокомпания «Юганск». Нефтьюганск в этом году присоединяется к Европейской неделе мобильности, которая пройдет с 15 по 22 сентября. В прошлом году в этой акции, призванной сохранить экологию планеты, участвовало 2000 городов из 40 стран, в том числе и России. На один день жители отказались от своих автомобилей в пользу велосипедов и общественного транспорта. Теперь список неравнодушных пополнит и наш город. Европейская неделя мобильности призвана обратить внимание общественности на проблемы экологии, связанные с избыточным количеством автомобилей в населенных пунктах. Начиная с 2006 года, в течение семи дней в городах-участниках будут проводиться акции, опросы жителей и велопарады, направленные на популяризацию общественного и альтернативных видов транспорта. Я вот смотрю, допустим, гуляя по городу, очень много появляется велосипедистов. Посмотрите, детки, взрослые пересаживаются, многие приезжают на работу на велосипедах. Я думаю, что люди отнесутся с пониманием. Для Нефтьюганской это первый подобный опыт. 22 сентября будет перекрыта одна из улиц города в пользу пешеходов и велосипедистов. Организаторы обещают устроить масштабную акцию. Сейчас мероприятие в стадии разработки. Европейская неделя мобильности призывает городских жителей хотя бы на время поменять баранку личного автомобиля на руль двухколесного транспорта. Многие российские города потихоньку начинают оборудовать специальными дорожками, чтобы владельцы велосипедов могли передвигаться комфортно и безопасно. Нужны ли подобные трассы в Нефтьюганске? Днение горожан в рубрике «Юганск говорит». Нам нужны велодорожки, потому что я каждый день езжу в город и обратно, так как живу в 11-м. И дороги не радуют. Ну, конечно, нужны. А зачем? А потому что дети катаются, и пацаны такие взросленькие катаются. Всем надо. А где тут? Вот, честно, я вчера прошла, посмотрела, вот ребятишки, ну вот выйдут вот только вот так и все, собьют их. Ну, негде у нас, у нас негде, у нас ничего нету. Ну, наверное, нужны, потому что, ну, короткое время, конечно, года у нас, но есть любители поездить. Ну, есть место, конечно, на берегу, при желании там можно поездить. Не знаю, как бы однозначно не отвечу. Ну, нужны, да, велодорожки. Я вот как водитель, допустим, мне бывает, частенько попадается, что велосипедист летит в колесо переднее, допустим. И у друга у меня бывало такое. На этой неделе прошла приемка учреждений общего и дополнительного образования. Комиссия, в которую входят представители пожарного и Роспотребнадзора. Инспекции по труду оценивают, насколько готовы школы к новому учебному году. Они смотрят, соответствуют ли помещения санитарным нормам, в каком состоянии документации и завершены ли ремонтные работы. Все ли в порядке, узнавала Мария Орехова. Год назад лицей не мог принять своих учеников из-за неблагополучной кровли. Сегодня, после капитального ремонта, помещение соответствует всем нормативам и готовы встретить своих учеников. В одном здании с лицеем располагается центр дополнительного образования «Поиск». Здесь также прошел косметический ремонт. Коридоры облагородили, инвентарь обновили. Те рекреации, которые сегодня подготовлены для ребят, учебные кабинеты, лестничные марши, территория нашего центра, они выглядят сегодня достойно. И наши ребята с удовольствием придут 1 сентября. Мы их очень ждем и надеемся, что им здесь будет комфортно и удобно. Еще один пункт назначения рабочей группы – кадетская школа номер 4. Серьезных восстановлений учреждению не требовалось. Поэтому в течение лета проходил лишь косметический ремонт. Новый спортивный зал готов к урокам физкультуры, а тренажерный полностью укомплектован. Также приемная комиссия осталась довольна и состоянием пищеблока. Здание пищеблока готово. Все выполнено в соответствии с требованиями распотребнадзора. И готово встретить детей и накормить вкусной пищей. По словам членов комиссии, в этом году образовательные учреждения готовы к принятию учеников как никогда. Вся документация приведена в порядок, а необходимые ремонтные работы выполнены в срок. Однако в некоторых школах Роспотребнадзор вынес вердикт о необходимой реконструкции здания для увеличения площадей пищеблоков и медицинских кабинетов. Мария Орехова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Однако обновляется не только материальная база. Какие перемены сейчас происходят в сфере образования, расскажет интервью недели. Татьяна Михайловна, летние каникулы долгие, конечно, но и они близятся к концу. Уже буквально через две недели ученики нарядные с цветами придут в школы. Готовы ли наши образовательные учреждения встретить их? Практически, да. Сейчас проходит приемка образовательных учреждений. И уже по итогам двух дней можем сказать, что наши образовательные учреждения готовы. Действительно, и дети придут с цветами, но и у нас на территории тоже цветы. Порядок. Образовательные учреждения провели косметический либо капитальный ремонт. И на сегодняшний день практически все школы готовы к приему детей. Не могу не задать вопрос о лице, где были серьезные проблемы с кровлей в течение долгого времени. И все попытки как-то с помощью ремонта решить этот вопрос довольно-таки долго, успехом не могли увенчаться. Сейчас все хорошо? Действительно, это учреждение для нас очень проблемное в плане того, какая есть у нас кровля. Да, это были, скорее всего, ошибки, допущенные при строительстве. Но здание у нас есть, функционирует, одно из лучших зданий. И, конечно, те проблемы, которые были вызваны с протеканием кровли, они вызывали очень много ситуаций негативных, как со стороны родителей, детей. И это все правильно, потому что вы знаете, что дети у нас обучались в девятой школе. На сегодняшний день были проведены очень серьезные работы со стороны градостроительства, изучение ситуации. Кровля сегодня не протекает. Проведен ремонт по устранению последствий в спортивном зале, непосредственно в актовом зале. Но я вот все-таки хотела бы сделать акцент на том, что, очевидно, это была ошибка, которая допущена либо при проектировании фонарей световых, либо при выполнении, когда строили это учреждение. Что касается самого образовательного процесса, какие-то изменения ждут учеников, педагогов в этом году? Говоря об этом вопросе, вернулась к результатам единого государственного экзамена, потому что они очень серьезно поставили задачи непосредственно перед нами, в целом перед образованием России, округа, потому как в этом году уже сдавали не только математику на базовом уровне, но математику сдавали и на профильном уровне. Высшая школа поставила очень жесткие такие условия о том, что тот, кто не сдаст математику на профильном уровне, по сути, там, где математика является основным экзаменом, они просто не могли поступать. Поэтому у нас большое количество ребят сдавали профильные экзамены, и здесь, на виду с хорошими результатами, ребята не все сдали профильный экзамен, они имели возможность его пересдать на базовом уровне. Это сразу определяет задачу как перед школой, так и перед учениками, и перед родителями. Почему? Потому что, во-первых, все должны очень четко определиться, в какой будет вы способ поступать и нужна ли им эта математика. Следом идет цепочка сдавать ли математику на профильном уровне, а перед нами, перед школой, стоит задача более тщательно проводить предпрофильную подготовку и профориентационную работу. Вот сегодня уже в рамках же опять единого государственного экзамена происходят изменения, и вели сочинения, потому что стали понимать, что ребята стали меньше думать, они стали четко заучивать, учителя стали пользоваться методиками, которые помогают тоже ребятам успешно сдать экзамены, вот такой базовый уровень. И поэтому стали вводить такие сочинения, и плюс к этому английский сдавали, вели устную речь. Это тоже говорит о том, что требования другие сегодня к экзамену, к выпускнику другие требования. Куда сегодня поступают одиннадцатиклассники, на какие специальности? Мы знаем, что практически с начала 90-х была такая тенденция, что выбирали преимущественно гуманитарные специальности. Что-то изменилось? Вы знаете, изменилось. Технические направления сегодня, может быть, не приоритетные, но набирают, да, здесь много ребят у нас именно и выбрали эту профильную математику только потому, что они поступали в технические вузы, где математика была предметом, необходимым для поступления. Вот, и поэтому мы видим, что если раньше, конечно, 70% поступающих было, что связано, и это были юристы, либо, да, экономисты, то на сегодняшний день вот именно это профессии технического направления. Сейчас вот наметилась модернизация такая серьезная, именно системы дополнительного образования в России. Каковы основные ее приоритеты? Основной приоритет в плане модернизации – это, конечно, развитие инженерно-технического образования, направление, правильнее сказать. И хочу сказать, что вот в этом плане у нас достаточно проведена большая работа. На базе Дома детского творчества у нас есть Центр робототехники, и наши ребята активно принимают участие в различных соревнованиях, конкурсах всероссийского уровня. Они очень хорошо себя позиционируют в Калининградской области, в Москве, в Санкт-Петербурге. Есть призовые места. И вот эта вот линия, она, конечно, выражена и развивается сегодня и в школах. Две недели назад, я считаю, такая немножко сенсация, что ли, прозвучала в Нефтьюганске, что наших ребят будут воспитывать ученых будущих, будущих изобретателей. Здесь побывали специалисты из агентства стратегических инициатив. И сказали, что будет у нас тут детский технопарк. Насколько это вообще реалистично? Очень мощный центр у нас находится, окружной, правда, центр технических видов спорта. И интернаториум, который на сегодняшний день уже так приняли его наши школьники, посещает не только разовые мероприятия, система занятий, система мероприятий. И на базе вот этой площадки действительно планируется открытие Большой технопарк. А какое направление все-таки будет? Вот оно связано будет с нашим профилем региональным, то есть нефтедобычей, или все-таки с изучением космоса? Вы знаете, это будет несколько направлений. Ну, во-первых, будут продолжаться направления, будут иметь продолжение направления, связанное с изучением космоса, потому что у нас есть такая площадка. А второе, поскольку они вышли на градообразующие предприятия, это связано будет непосредственно с развитием нефтяной отрасли, но с внедрением современных технологий, с техническим обеспечением. Сама система предполагает инвестиции, в данном случае инвестиции нашего градообразующего предприятия. Это будет очень современная техническая база, с современными лабораториями, с различными включениями именно технических направлений. Чего вы ждете от будущего учебного года, и какие направления для себя определяете как приоритетные? Прежде всего, я считаю, что школа, как и всегда, для всех ребят должна быть доступной. На сегодняшний день, я не скажу, что больше стало ребят с ограниченными возможностями, но явно мы видим ребят с ограниченными возможностями, которые, как и ребята здоровые, хотели бы прийти в школу. Поэтому наша задача на сегодняшний день – школу сделать доступной. Доступной абсолютно для всех ребят, независимо от их возможностей. А сейчас мы представляем новую рубрику «От пятачка к жемчужине». Она о том, как рос, хорошел и развивался наш город с момента своего основания до наших дней. Сегодня мы расскажем о двух важных событиях времен 70-х. Изучала страницы прошлого Елена Волкова. Казалось бы, газета почти полувековой давности, а статьи в ней понятны и близки современному человеку. И это не случайно. Среди авторов публикаций практически нет профессиональных журналистов. Статьи в основном писали рабкоры, производственники и политработники. Один из самых ранних сохранившихся выпусков – «Нефтеюганский рабочий» за 1 августа 70-го. Наиболее значимо в газете освещено прибытие в город большой группы советских поэтов и прозаиков. В то время в Тюменской области проходили Дни советской литературы. Вдохновить авторов на новые творческие шедевры вызвались нефтяники, геологи и строители. Встреча много дала. Во-первых, это был в то время как бы у нас голод. Люди работали, самодеятельность была, но довольно-таки слабая самодеятельность. Те же люди, которые на работе вечерами приходили, артистов приглашали, но приезжали довольно-таки не очень часто. Гостей из восьми союзных республик встречали в Доме культуры «Юность» и «Клубе строитель». К слову, последнего уже нет на лице современного Нефтьюганска. 45 лет назад город посетили полсотни именитых литераторов. Среди них автор известной повести «Брестская крепость» Сергей Смирнов. Покорение тайги легло в основу многих художественных произведений. Побывавший у нас Константин Лагунов посвятил роман одержимые геологам-нефтеразведчикам, осваивающим северные районы страны. Из газеты «Нефтьюганский рабочий» за 1 августа 1970 года. Наш земляк Константин Лагунов видел нефтьюганский чётоким, когда он представлял собой только копай город. Это были балки, балки и землянки. Он видел, как люди покоряли тайгу. Видел, как в сумасшедшие морозы молодые парни, рискуя жизнью, вытаскивали затонувшие в незамёрзших болотах трактора. Он видел, как отправляли первые тонны нефти на омский нефтеперекачивающий завод. Поразили его и масштабы строек, огромные пятиэтажные дома, выросшие, как грибы на месте непроходимых болот. И всё это сделали люди, ставшие сибиряками. Помимо культурных событий были и производственные. Ровно 40 лет назад, 14 августа 1975 года, в газете «Нефтьюганский рабочий» вышла сенсационная статья. Коллективом юганского НГДУ добыто 100-миллионная тонна чёрного золота. Первые 50 миллионов тонн были получены за 8 лет, а вторые менее, чем за 3 года. Такое значимое событие не могло остаться в стороне не только для города, но и для всего Советского Союза. Из газеты «Нефтьюганский рабочий» за 14 августа 1975 года. Вчера на дожимной насосной станции номер 2 в 6 часов утра кавалер Ордена Октябрьской революции, участник Великой Отечественной войны, оператор по добыче нефти и газа, коммунист Георгий Михайлович Сапунов открыл задвижку и 100-миллионная тонна чёрного золота влилась в широкий нефтяной поток, берущий начало в Западной Сибири. В этот день на своих рабочих местах трудились 34 участника почётной вахты по добыче 100-миллионной тонны нефти, которые удостоены высокой чести по итогам социалистического соревнования. Спустя годы НГДУ вошло в состав предприятия «РН-Юганскнефтегаз», впоследствии ставшего градообразующим. Только за 2013 год сотрудниками компании было добыто 66 миллионов тонн нефти, что составило более 12% всей нефтедобычи России. Трудовые подвиги прошлого не были напрасны. Первые геологи, буровики и нефтяники проложили путь тем, кто сейчас продолжает осваивать недра Западной Сибири. Улов с электрошоком. Рыбакам сегодня в очередной раз напомнили о правилах энергобезопасности. В этом году за их нарушение поплатили жизни уже три россиянина. В нефтеюганске, к счастью, таких случаев не было. Чтобы отдых с удочкой обошёлся без драматических последствий, специалисты Тюменинерго отправились на водоёмы. В погоне за уловом рыбаки зачастую пренебрегают элементарными правилами безопасности. Нарушая природоохранную зону, они разводят костры и закидывают удочки в опасной близости от высоковольтных линий электропередач, не обращая внимания на предупреждающие таблички. Ещё раз вас призываю обращать внимание на данные предупреждения. Они даны для того, чтобы мы на них обращали внимание и не позволяли себе распоряжаться нашей жизнью безвольно. Бывалые рыбаки удачу за хвост не ловят. Чем больше стаж, тем дальше от энергообъектов старается уйти опытный удильщик. Для того, чтобы получить смертельный удар током, даже не обязательно касаться удочкой провисающего провода. Достаточно попасть снастью в заряженный электричеством воздух. Всё-таки ток, если метр, всё-таки, особенно когда влага или дождь идёт, всё-таки электричество, оно проходит через столбы. Где-то, может даже быть, дальше будет, упадёт, не дай бог, провод. Это 100% он дойдёт. Каждый школьник знает, что электрические сети находятся под высоким напряжением. Поэтому категорически запрещено подниматься на опоры ЛЭП, разводить костры и даже передвигаться на лодке вблизи энергообъектов. Если всё же рыбак попал под напряжение с удочкой, то здесь он уже никуда, он либо обгорит, либо ещё что-то. Но если всё же рыбак рыбачит и упал провод, то к нему приближаться на 8 метров нельзя, ближе. То есть надо уходить в сторону. Профилактические беседы с рыбаками сотрудники Тюмени энерго проводят каждую неделю. Одних видят впервые, с другими знакомы продолжительное время. Лидия Ивановна ловит рыбу вот уже 35 лет. За это время выработала свои правила безопасности. Ну я своё правило точно знаю, глубоко не лезу. Потому что плавать не могу, поэтому на бережку. А кто может плавать, дед завал, звал меня на лодке. Давай на ту сторону плывём, с берега он сидит ловит. Говорю, не, милый дедуля, не, боюсь. В узком кругу рыбаков входит ещё одно золотое правило. На добычу с ясной головой. Страшные истории о погибших соратниках передают из уст в уста, чтобы новички знали и помнили. Нет ничего дороже собственной жизни. Были, и мои знакомые тоже. Немножко подпели, пьяненькие. Один заснул, а другой решил все эти проверить. В сетях запутался, всё. Тот второй только аж утром его нашёл. Вот такие случаи. Так что спиртные напитки нежелательно. Собираясь активно провести время у водоёмов, обратите внимание на предупреждающие знаки. Переместить свой походный лагерь может каждый. Вернуть утраченную жизнь не под силу никому. Из-за нарушений правил безопасности вблизи линии электропередач в этом году погибло уже три человека. Для огромной страны цифра, казалось бы, небольшая. Однако целых три человеческие жизни вполне можно было спасти. Елена Гайлиман, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Напоминаем, что в воскресенье в связи с ремонтными работами на сетях теплоснабжения и канализации в 11 и 11-м Б микрорайонах улица Сургутская будет перекрыта с 17.00 до 22 часов. На этом всё. Добрых вам выходных и до встречи.